Очень легко выиграл спорный Соколов. Нашли свободного игрока. Стефан Маркович, 9 номер и Павел Сергеев, 30-й. Вот это игроки, которые... Матч восстанавливался после травмы и сейчас вот его игра очень-очень пригодится. Некрасиво уже по первым минутам этой встрече, он оправдывает. Более того, он сейчас перехватывает этот мяч и уже бежит в отрыв. Да, Алексей Швец ошибается в передаче на Дмитрия Соколова. И вот такой вот открытый трехочковый. Особый тейп, который помогает фиксировать мышцы, именно мышцу, а не сустав или что-либо. Тем самым немножко... Павел Ницкий на площадке. Ох ты, какая передача в падении у нас получилась. Ну что ж, пока теряют игроков под кольцом. Соня, размен игроками. Ну что, игра один в один. Ну, Алексей хорош, да, вот в этом. Агрессивно бегут именно баскетболисты-химок, мне надо сказать. Пол защиты определяют, что же как нужно действовать, когда мяч оказывается на паркете. И вот он, проход в левую сторону шведа, а завершение с правой стороны. И опять же, есть оправдание этой ситуации, почему у меня так все получилось. Кто-то посчитает, что жень, как говорят, проскочила. Вы все швед, пожалуйста. Абсолютно без тени сомнений. Вот что значит дали разыграться. Стукивает в центре площадки. Резонно бросить в концовки владения. Это делает Бунга-Колой. Единственное, что да, чуть-чуть сейчас процент падает. Ну, посмотрите, швед сразу, вторая атака, и, пожалуйста, трехочковый. Ну, как не атаковать, если человек такие броски на тренировке забрасывает. Подбора привел мяч в позиционное нападение. Очень хорошо ногами отступал Бунга-Колой. Тем не менее, Сергей Карасев забивает. Подборе мало кому удается. Здорово. После финта и ухода вправо Сергей Карасев забивает трехочковый. Валерий пробил из двух-два из-за трехочковой линии. Вот такой сложный мячик забивает Сергей Карасев. Бросок оружия неуправляемый. Кто-то когда-то первым начнет промахиваться. Было, что называется, попасть, чем не попасть в эту ситуацию. А вот здесь Лендер начинает работать под кольцами. Нитно, но тем не менее, настолько... Да, первая атака у нас в третьей четверти. Руби Хаммл... Но вот точно отдать передачу не получалось. И сразу же трехочком отвечает Сергей Карасев. Меня почему-то все эти попадания уже не удивляют. Да, с каким высоким процентом сегодня забивают. Опять открытый бросок для Сергея. Не будем отвлекаться на этот момент. Тем более, что посмотрите, как... Это третий проход! Правой рукой! Может быть, стоило сыграть на одного из них? Вот так, например, да? Отличная передача из-за лицевой. Хорошо разыгранная из Тима Каллендри на подборе. Есть преимущество сейчас на счетах. Это все выливает. Ключевым фактором любой игры. Алексей Швеев. Как Зенит сможет перестроиться на такой баскетбол? Потому что еще одна передача на Лендри не проходит от Сергея Карасева. И тут же Химкин ходит, там закрыта трехсекундная зона. И здесь команды очень быстро возвращаются в счете. Ох, какая передача от Алексея Шведа прошла. Ильницкий завершает левой рукой. В делах жесткой борьбы, которая позволяет судей Сергея Карасева. Просто феноменально бросает сегодня трех. Пластичный. Кто-то начнет спорить в обратную сторону. Даже не думаете сравнивать с великим. Но не это важно. Сейчас Алексей Швеев в очередной раз мог разболтать еще в поле Артем. Опять была такая очень показательная реакция. Что зацепил этот мячик. Да, это был Сергей Мони. Это такой частичный блокшот. А это Алексей Швеев. Игра один в один, как на уличной площадке. Справляются баскетболисты Химок один в один. И это уже большое дело. Ну такой мяч забрасывает Сергей Карасев. Делает игру вообще абсолютно равным. 105-105. Получается Мони один из лучших защищающихся форвардов. Но Карасев и его обыграл. Аарона Уайта заканчивается время. И вновь Карасев не жадничает. Уайту дает шанс стать героем концовки этого матча. На самом деле, герой концовки снова Сергей Карасев. Ну что, Алексей Швеев против Яниса Тиммы. Идет в проход. Надо все равно палить. Потому что времени-то нету. И приходится палить на Сергея Карасева. А тем не менее, даже если Карасев забивает. Ну, я так понимаю, что нету тайм-аута. Значит, выбрасывать будут из-за лицевой линии. И здесь только чудо может Химчан спасти неточный трехочковый бросок. И все-таки в этом баскетбольном триллере победителем становится команда «Зенит» из Санкт-Петербурга.